МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросы от делового сообщества. Аким области встретился с предпринимателями. С какими обращениями пришли на встречу бизнесмены? Президентская елка для школьников прошла в Петропавловске. Гауес Нурмухамбетов поздравил ребят с наступающим Новым годом. Они выполняли свой интернациональный долг. 44 года прошло со дня ввода советских войск в Афганистан. Память храбрых солдат почтили в Петропавловске. На сегодняшний день в области действует 35 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Темп роста составляет 107%. На поддержку малого и среднего бизнеса в 2023 году выделено 12 миллиардов тенге. Также оказываются меры нефинансовой поддержки, такие как обучение основам предпринимательства, юридическое сопровождение и принципы одного окна. По инструменту субсидирования с начала года одобрено 39 заявок. На сумму кредитного портфеля 14 миллиардов тенге. По гарантированию выдано 194 гарантии. На сумму гарантии 5 миллиардов 800 миллионов тенге. По грантовому финансированию выдано 7 грантов на 34 миллиона 200 тысяч тенге. По подведению недостающей инфраструктуры одобрено 7 заявок. В ходе заседания выступила представитель Объединения юридических лиц Ассоциация фармацевтических организаций Елена Погорелец. С просьбой открытия специальностей оптометрист, оптик-офтальмолог и оптик-медицинский на базе Североказахстанского высшего медицинского колледжа. К этому вопросу уже приходили, и мы тогда приняли решение проводить курсы по повышению квалификации на базе высшего медицинского колледжа Североказстанского. В принципе, колледж и сейчас готов провести эту работу по повышению квалификации для среднего медицинского персонала. И в прошлый раз мы говорили, что нужно подать заявки. Следующий вопрос касался увеличения стоимости горячего питания в школьных столовых за счет бюджета на 2024 год. В настоящий момент стоимость школьного завтрака составляет 500 тенге. Учитывая коэффициент инфляции, который был в прошлом году, он был более 20%, и наблюдая за ростом цен в этом году, мы предполагаем, что коэффициент инфляции будет не меньше. И в эту стоимость 500 тенге мы не укладываемся для того, чтобы оказывать качественную услугу. По словам руководителя управления образования СКО, в бюджет следующего года с первых по четвертой классы на питание заложено 614 тенге. Кроме того, с предложением проводить областной туристический слет «Жемчужина Севера» выступила руководитель Федерации альпинизма, скалолазания, ледолазания и спортивного туризма. Подобную встречу прошла в селе Лобаново Айртаусского района в мае 2023 года. Планируем, Гаврис Тарстанович, в следующем году подавать бюджетную заявку для проведения такого слета в 2024 году совместно с Адресовым советом по туризму. Соответствующее письмо мы от палаты предпринимателя уже получили и будем работать на новом направлении. Акимобуси также отметил, что проведение туристических слетов способствует развитию и Монтауш-Алкарской природной зоны Айртаусского района, и массового внутреннего туризма среди молодежи. В селе Вагулино Козылжарского района проживают порядка 600 человек. Жители признаются, паевые выплаты получают регулярно. Регулярно получаем, два раза в год, три центера. Очень хорошо у нас. Работа всем предоставляется, всем желающим. Работа есть, зарплата регулярно каждый месяц получаем. Дороги чистят. Очень хорошо. Деревня хорошая, дружная. Друг другу помогаем. ТВО, Виктор Григорьевич, хорошо помогает деревне. Дороги чистятся. Мы получили кормом. Нас все устраивает. Жители отмечают местное товарищество. Оно регулярно оказывает посильную помощь сельчанам во многом. Ремонт домов, очистка улиц, облагораживание территории, укладка асфальта. В товариществе чувствуют ответственность за родной сельский округ и за своих работников. Фонари мы поставили, освещение, а воду. Население вообще, хочу сказать, что, ну, может быть, 50% оплачивает к ту воду. Остальная вода идет за счет предприятия. Пайщиков у товарищества более 700 человек. Кто-то берет зерном, кто-то деньгами. Поскольку держать домашний скот в селе стали меньше. А вот в Пресновке наоборот. Любовь Сизаненко живет здесь всю свою жизнь. Держит хозяйство. Кур, свиней, коров. Вот у меня в этом году не получилось получить все паи сразу. Немножко, ну, то погода не давала, то шлякать, то дождь, то заморозки. Сегодня только позвонила, говорю, Герушка, у меня зерно кончилось. Я еще не успела с работы прийти, зерно уже лежит возле двора. Уже внук соска убрал. У нас в хозяйстве сейчас было две коровы, осенью продали. У нас получается пять паев. И мы получаем зерна где-то около 3,5-4 тонн. Герман Корнев, директор местного фермерского хозяйства, занимается овцеводством, коневодством, выращиванием молодняка. В будущем хочет развивать производство молока. Ежегодно сеет масличные и кормовые культуры, горох, пшеницу. У отца тоже есть хозяйство. И он как бы передал мне его. Я открыл свое, набрал себе пайщиков. Общее количество пайщиков 130 человек. А паев, разумеется, 145 паев. У каждого паев земельная доля составляет 8,8 гектара. Это получается 6 пашней, 2,8 пастбищ. Воду проводим бесплатно своим рабочим. Пайщикам проводим воду бесплатно. Ну там в год по одному, по два человека, кому необходимо. Первым сейчас вот проводим кто бабушкам, дедушкам. В целом с помощью сельхозтоваропроизводителей в селе провели немало работы. В текущем году был отремонтирован тренажерный зал в здании сельского, Тресновского сельского клуба. Также была оказана помощь в работе по благоустройству населенных пунктов, в части озеленения, высадки дополнительных деревьев, также покраски детских игровых площадок. В настоящее время всеми сельхозпроизводителями произведена полная выплата обязательств перед своими пайщиками. В селе Гончаровки силами местного товарищества уже третий день чистят дороги. На возвышенности заметают быстро. Помогают аграрии и соседним селам. Например, обеспечивают школы бесплатным питанием. Отремонтировали сельский клуб. Стараемся помогать рабочим. Выдаем на турпату, зерно, сено, солому. По минимальной цене. Ниже себестоимости даже, скажем. Ну а так коллектив неплохой, дружный. К работе относятся добросовестно. Ну, 300 человек в общей сложности у нас набирается. Но каждый год там одному-двоим стараются выдавать беспроцентный кредит на приобретение ликовых машин. Вот сейчас все хотят купить, все жить хотят красиво. Город рядом. Ну, вроде неплохо получается. Работает, рассчитывается. Ну, выслугу лет оплачиваем. Пенсионеры провели воду. Вызвали бригаду. В больницу провели воду. Пайщиков у товарищества примерно 400 человек. Это жители сел Далматова, Гончаровки, Большой Малышки, Березовки и других. Выдают на одного человека по 4 центнера. Я вот здесь нахожусь 10 лет почти. Переехал в Джамбутское район. Среднетехнические образования у меня. За техник, как он человек. В 2016 году. И здесь работаю 10 лет бригадиром животного отца. Ну, основное у нас направление – это животного отца лошадей. Немного держат. Две коровы, потому что уже возраст-то не то уже. Скоро на пенсию там. Пара лошадей держат для себя. Поедут, ну все нормально там. В Березовский сельский округ входит 5 населенных пунктов. В трех из них товарищества, которые имеют обязательства перед пайщиками. У нас пайщиков, кто имеет, это вот ТО Гончаровка, где мы сейчас с вами находимся. Это ТО Большомалышинское. Получается, главное такое образующее сельхозпредприятие села Большомалышка. Дальше Аканагра. Если по сотрудничеству, да, то могу сказать, что сельхозтоваропроизводители очень помогают. Очень много как раз именно для населения. Это, конечно, расчистка дорог, потому что обращаясь, что так и так, пожалуйста, помогите. Никогда не отказывают, что всегда приходят на помощь. И в плане досуга, что молодежи помогают. И с транспортом, если надо, например, вывезти куда-то на соревнования. Всего в Березовском сельском округе проживают почти 1700 человек. Из них в селе Гончаровке более 100. Диана Салихова, Вадим Ударисов, МТРК. Состоялось итоговое в этом году заседание Совета МИРАС при партии АМАНАТ. Охватили сразу несколько тем. Одна из них – развитие государственного языка. Председатель Совета Ярбахата Монтай Улы считает, что необходимо повысить качество обучения детей на казахском языке. Необходимо открыть казахские классы в русских школах. В нашем регионе около 40% детей казахской национальности получают образование на русском языке. В этом году в трех школах Петропавловска открылись классы с казахским языком обучения. Районы тоже не остались в стороне. Казахские школы открыты в Селемен-Кесер, Мамлюцкого района и в Теншинском районе. Также на Совете поступило предложение изменить устаревшие названия улиц. Обсуждали и развитие искусства поэзии в регионе. Известный в области Айтыскер Жаркан Жупархан рассказал о проделанной работе в течение года. Текущий год посвящен 130-летию великого поэта Макжана Жумабаева. В следующем году мероприятие приурочат к 65-летию поэта Эрика Аскарова. Этот год стал очень успешным и плодотворным для поэтов нашего региона. Мы организовали международные, республиканские и региональные айтысы среди взрослых. В марте мы проведем традиционный республиканский праздник поэтов. В то же время исполняется 65 лет уроженцу Кузлужарского района Эрику Аскарову. Мы планируем провести республиканский праздник. Всего с начала года активисты Совета МИРАС провели четыре встречи. Часть вопросов удалось решить, некоторые внести в планы работы на 2024 год. Сегодня исполнилось 44 года со дня ввода советских войск в Афганистан. Отправились выполнять свой интернациональный долг тогда почти 22 тысячи казахстанцев. Около 700 из них не вернулись домой. Из полутора тысяч североказахстанцев, воевавших в Афганистане, домой не вернулись 46 человек. Возложить цветы к памятнику воинам-афганцам традиционно пришли ветераны, а также курсанты Национальной гвардии Республики Казахстан, собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Подвиги и мужество, проявленные воинами-афганцами, до сих пор являются предметом гордости, примером на которых мы воспитываем будущих офицеров, курсантов Академии Национальной гвардии. Мы гордимся, что многие афганцы, которые имели служебно-боевой опыт, служили и преподавали в Академии Национальной гвардии, в военном институте, на опыте которых были подготовлены более 4 тысяч курсантов для Национальной гвардии, вооруженных сил и других войск их формирования. Шамиля Шакирова призвали, когда ему было 24 года. Служил в столице Афганистана, Кабуле. Он был летчиком военно-транспортной авиации. К мемориалу приходит каждый год. Память, о которых мы сегодня вспоминаем, поименно чтим их, пока мы живы, жива память. Это была война, в которой не было ни проигравших, ни победивших. И ограниченный контингент, я хочу заместить, выходил в 89-м году с широко споднятыми, развернутыми боевыми знаменами. Мы не проиграли эту войну. На сегодня в нашем регионе проживают более 600 ветеранов афганской войны. Камила Карим, Олег Косинов, МТРК. Компания Теплэка – единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. Теплэка работает по принципу русской печи – быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 тиловатта в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель Теплэка. При адресе его можно по адресу Петропавловск, улица Бастандыкская, дом 78, телефон плюс 7707-343-6282. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Более 100 магазинов в России. 200 школьников со всей области пришли на президентскую елку за новогодним настроением. В программе развлечения, танцы и сказочное шоу. Творческие коллективы сделали все, чтобы самые активные и талантливые ученики стали частью этого праздника. Традиционно на ежегодную президентскую елку приглашают детей из социально уязвимых слоев, победителей различных олимпиад и тех, кто проявил наибольшую активность во внеучебной среде. Школьников поздравил Аким области ГОС Нурмухамбета. Дорогие наши ребята, позвольте от имени главы государства поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам крепкого здоровья, удачи в учебе и всего самого доброго в следующем году, в Годе Дракона. Сегодня все дети нашей страны, нашей области, всего мира ждут этот новогодний праздник, ждут Новый год как волшебный праздник, который приносит уют, тепло и хорошее праздничное настроение. Особое внимание приглашенные ученики уделяют костюмам. Аида выбрала костюм Золушки. Красивое платье для девочки сделала мама. Но похвастаться Аида может не только нарядами. У нас в школе одинронных детей учат всему. Мы выступаем на концертах, мы учимся. Я занимаюсь на музыке, хоровое дирижирование, играю на протопиано, пою. В сказочном сюжете, который развернулся на сцене, герои ищут Деда Мороза. На Красном Драконе пришлось облететь весь свет, чтобы отыскать волшебника. Привет, привет, молодцы! Свои деды! Египетки! Белоснежка и Ертостик побывали и на Востоке, и в Египте, и в Африке. И везде их ждали приключения и испытания. Деда Мороза нашли в Китае. Вместе со Снегурочкой с помощью детей он зажег новогоднюю ель. После праздника школьники сделали совместное фото в Акимом области. Каждый ученик получил 100 тысяч тенге и сладкий подарок. Пять ребят из нашей области посетят президентскую елку в Астане. Она состоится 29 декабря. Ура! Анна Богословская, Александр Янцен, МТРК. Ассоциация деловых женщин и Альянс женских сил умеют не только много работать над карьерным продвижением, но и отдыхать. Год подходит к концу, а это значит, что нужно вспомнить все, что было сделано полезного за эти 12 месяцев. Так активистки обеих организаций открыли свой филиал в Мамлютке, приняли участие в Евразийском саммите деловых женщин, провели массу лекций в школе женского политического лидерства. Сегодня дамы говорят не только о политике и бизнесе, но и о личном. В преддверии Нового года мы все члены Альянса женских сил, Ассоциации деловых женщин, желаем каждой семье гармонии в супружестве, всем детям талантливости и одаренности. И каждому североказахстанцу быть активным, занимать активную гражданскую позицию. На голубом огоньке прекрасная половина поздравляет друг друга с наступающим Новым годом концертной программой. Айгерим Кирибаева вступила в Ассоциацию деловых женщин полтора года назад. Здесь ей помогли наладить свой бизнес, получить новые знания для его улучшения, обучить сотрудников. С тех пор я открыла свое дело. Также мы проходим различные мероприятия. После форума в городе Алматы, Ассоциации деловых женщин, я автоматизировала полностью свой бизнес. Конечно, на грядущий год у обеих организаций еще более масштабные планы. Альянс и Ассоциация намерены открыть свои офисы в районах нашей области, чтобы больше дам имели возможность воплотить свои амбиции и идеи. Анна Богословская, Шерниас Иманов, МТРК Новогодние представления для самых юных зрителей стартовали в областном русском драматическом театре имени Николая Погодина. Режиссер-постановщик вместе с творческой командой подготовил для ребят два сказочных спектакля. В Новый год мы приглашаем наших зрителей на сказку «Золотой ключик» и «Интермедиа. Тайна Деда Мороза». «Золотой ключик» – «Гуратино» – это спектакль по пьесе Анны Богачевой. Вообще история знакома нам всем с нашего детства, поэтому мы с артистами очень тепло и бережно относились к этой истории. Мы начинаем нашу новогоднюю кампанию с 25 числа по 6 января. И я надеюсь, что мы охватим весь город. Сначала ребята водили дружные хороводы вокруг праздничной елки, повторяли за сказочными героями танцевальные движения, играли в интерактивные игры. Не обошлось на новогоднем празднике без главных гостей – Деда Мороза и Снегурочки. Вместе с ребятами они зажгли главный символ торжества – красивую и высокую елку. После новогоднего утренника в зале театра состоялась премьера сказки «Золотой ключик» – «Буратино», «Пьеро», «Карабас-Барабас», «Лиса Алиса» и «Кот Базилио». Этих героев все взрослые дети знают и помнят с малых лет. Здравствуйте! Меня зовут Пьеро. Сегодня мы разыграем перед вами комедию под названием «Девочка с голубыми волосами». Молодой актер Павел Вилков в новогодней сказке исполняет роль Буратино. Его герой является воплощением детской доверчивости и беззаботности. Он добрый, очень наивный, он всем верит, поэтому его большинство персонажей в этой сказке обманывает. Для Буратино это заканчивается чем-то хорошим и добрым, а чтобы узнать, чем это все закончилось, нужно прийти и посмотреть. В детских сказках даже отрицательные персонажи заслуживают собственный счастливый конец. Они не меньше главных героев могут научить ребят хорошим и важным вещам. Я исполнитель роли Базилио, отрицательный персонаж, но один из тех, кто четко добивается своих целей всеми способами. И мы показываем, что не все способы хороши. Мы, наверное, и показываем на своем примере отрицательными персонажами, что не все, кто прикидывается хорошими и заботливыми, на самом деле преследуют хорошие планы и тебе добро это не всегда принесет. Новогодние представления красочные и поучительные. Они воплощают в жизнь волшебство и дарят праздничное настроение. Сказочные герои учат юных ребят различать добро и зло, проявлять сострадание и не терять позитивный настрой. Валерия Филатова, Олег Косинов, МТРК Целая колонна автомашин с поднятыми флагами направляется в Соколовскую специальную школу-интернат. Это к детишкам едут Санта-Клаусы. Пусть не в красной шубе и без посоха, но каждый год они дарят ребятам праздник. Встречают Североказахстанский союз десантников воспитанники с распростертыми объятиями. По уже сложившейся здесь традиции, мальчишек зовут соревноваться в спортивных играх, пока девчонки весело катаются на ватрушках. Такое времяпрепровождение, признаются представители крылатой пехоты, особенно важно. В это время ребята рассказывают, как у них дела, делятся достижениями. По словам Олега Сизова, это очень трогательно, поскольку дети растут на их глазах. Мы стараемся с душевным теплом заменить им эту недостающую любовь, стать им друзьями, братьями, старшими, наставниками. Они рассказывают о своих достижениях по школе, по физической подготовке. Кто-то пишет стихи, кто-то поет песни, танцует. Они с удовольствием с нами этим всем делятся. В школе-интернате уже вовсю готовятся к Новому году. Украшают комнаты, наряжают елки самодельными игрушками. Самые маленькие ребята пишут письма Деду Морозу. Я хочу попросить у Деда Мороза наушники и ночнушку. У нас уже лактовый зал красивый нарядили. Уже комнаты нарядили. Красиво. Мы ждем Новый год. Я хочу игрушку и набор для творчества. Люблю рисовать животных, диких животных. Затем пожелания ребятишек передают в добрые руки активистов, какие могут, исполняют. Тем не менее, чаще всего, признаются волонтеры, дети пишут о мечтах увидеть своих маму и папу. В преддверии Нового года детишки со школы-интерната пишут письма. Эти письма нам передаются. Мы смотрим их желания и кое-какие желания мы воплощаем в жизнь. Кроме этого, мы приняли решение в этом году закупить обувь, одежду для детей. Мы все делаем от души. У нас Новый год начинается всегда с 20-х чисел декабря. Начинается такая предновогодняя суета. Приезжает гость с подарками к ребятишкам. Конечно, все их очень ждут. Я считаю, что благодаря таким людям наши дети вниманием не обделены. Большое, конечно, спасибо добрым, таким отзывчивым людям. Я считаю, что это настоящие десантники, настоящие защитники. И дети это видят, чувствуют и всегда ждут. Я думаю, равняться будут на них. Сегодня у детишек веселье, хоть и добавляй. Игры, танцы, море общения. После всех позвали на елку. Там ребят ждала яркая программа от аниматоров. С Новым годом! Какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Сказочные персонажи устроили детишкам испытания. Загадывали загадки, играли в подвижные игры. Успешно пройдя их, в награду Дед Мороз своим волшебным посохом зажег огоньки на елке. И она засияла. Радостные ребятишки начали кружить вокруг нее хоровод. Ты много, много расти, детишкам принесла. А потом, по традиции, за стишок Дед Мороз вручал подарки. Праздник удался на славу. Все детишки остались довольны. Я сегодня получил подарок от Дедушки Мороза. Мне подарили кулёк. Праздник просто класс. Работы водили, там конкурс был, нужно было найти палку, и все такое вот. Потом через круг прыгали. В общем, мне очень понравилось. Диана Салихова, Вадим Мударисов, МТРК. Субтитры создавал DimaTorzok Спонсор прогноза погоды компания Теплэка. Производитель энергоэффективных обогревателей. Компания Теплэка – единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. Теплэка работает по принципу русской печи. Быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 кВт в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель Теплэка. Приобрести его можно по адресу Петропавловск, улица Бастандыкская, дом 78. Телефон плюс семь семьсот семь триста сорок три шестьдесят два восемьдесят два. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Более ста магазинов в России. Редактор субтитров А.Семкин